всем привет мои дорогие подписчики это продолжение рубрики от рака до про и это ее вторая часть прошу прощения но данная часть будет записано в лайв режиме так как у меня нет времени на подготовку текста и сценария а вы очень хотите новый контент данная серия будет продолжателем очевидных вещей о которых все как бы знают но боятся о них спросить глядя на успех первой части которая говорила совсем о банальных вещах я понял что людям нужно говорить базовые вещи нужно не стесняться о них спрашивать если вы являетесь новичком эта серия будет посвящена выбору серверов и выборов себе противников состязательных играх будь то спортивные игры карточные игры либо какие-то еще всегда противник подбирается соответственно вашему уровню для того чтобы у вас поддерживался интерес к игре азарт к игре и чтобы это было более менее честным сетевые игры в данном случае battlefield 4 не являются исключением для того чтобы вам получать удовольствие от игры вам нужно либо выигрывать значительно доминировать над игроком либо состязаться с равным себе по силе если доминировать будут над вами вам к сожалению это не доставит никакого удовольствия скорее всего после такой игры когда над вами будут доминировать вы пойдете на какой-нибудь форум напишите жалобу на какой-нибудь сервер не подкрепляя свои слова какими-нибудь фактами и обоснованными выводами именно из-за этого и появляются так называемые нытики нубы те которые не хотят развиваться и хотят чтобы вся игра подстроилась под них если вы только пришли в игру или уже давно играете в игру но не наблюдаете никакого прогресса советую прислушаться к данному выпуску к моим советам возможно они вам помогут и решат вашу проблему я к сожалению не смогу дать вам какого-то определенного рецепта с помощью которого вы подберете для себя идеальный сервер нажав одну кнопочку там поставив одну галочку здесь вам нужно будет подбирать себе сервер путем поисков исследований неоднократных походов на неизведанные вам сервера для того чтобы их исследовать и понять подходит ли они вам ну а теперь непосредственно к советам которые я могу вам дать если вы новичок который только пришел в battlefield либо вы плохо еще играете в battlefield несмотря на то что давно уже приобрели игру вам стоит подбирать сервера для новичков как вы можете это сделать первый способ самый простой это зайти в батллок и поставить галочку против опции сервера только для новичков кажется так она называется либо как-то похоже эту опция ограничит ранг на сервере на котором вы будете играть до 50 либо до 70 уровня то есть вы будете играть с такими же новичками как вы единственное но эта опция не спасет вас от игроков про игроков которые только купили новый аккаунт и могут заходить на кейс сервера но это бывает очень и очень редко вы в основном будете играть с равными себе по силе если же этот способ вам не подходит либо он не дал для вас никаких результатов вы не нашли подходящего сервера возможно в вашем регионе нет таких серверов то вы можете прибегнуть к следующему способу вы можете искать сервера по ключевым словам в данном случае это будут слова нубс он ли нубс ньюс плеер то есть это новички и новые игроки не стоит воспринимать эти слова за оскорбление так как вы на самом деле есть новичок и вам не перед кем хвастаться своим скиллом для себя стоит себе признаться что вы нуб что вы новый игрок это давно уже перестала быть оскорблением после того как вы вобьете эти ключевые слова скорее всего у вас сразу появится определенный кластер серверов как уже действовать дальше здесь все зависит от вас вы можете сортировать сервера по пингу вы можете сортировать сервера по регионам и соответственно вам нужно будет на большинство из них зайти и попробовать себя там и играть там где вам будет удобно или на том режиме на котором вам будет удобно и комфортно после того как вы поиграете на пару десятки серверов я думаю после 3-4 раундов на этих серверах вы уже сформируете определенное мнение о данном сервере и комфортно ли вам там на нем играть большинство новичков когда только заходит в игру они просто играют в быстрый матчмейкинг то есть это опция которая автоматически подбирает вам сервер зачастую она подбирает его некорректно либо они стараются играть на популярных каких-то серверах то есть например на серверах каких-то ютюберов а на этих серверах как правило собираются хорошие игроки которые смотрят этих ютюберов которые имеют очень высокий скилл после игр на таких серверах у людей начинается батхер что ютюберы не смотрят за своим сервером и прочие-прочие вещи следующее на что стоит обратить внимание это регион сервера если вы из россии ну а скорее всего и вы из россии если вы смотрите меня ну либо из бывших стран снг то лучше все таки играть на серверах немецких либо на серверах швеции российские сервера хоть и имеют меньше пинг но регистрация на них гораздо хуже эти сервера часто зависает и глючит и на них очень часто некорректно настроен плагин автобаланса в пользу соответственно администрации сервера на этих серверах очень очень и очень все плохо с культурой если вы зашли в игру как неподготовленный игрок то вам может стать очень плохо на этих серверах обычно матерятся вводит чью-то маму куда-то в кино и прочие вещи то есть как бы это не прискорбно звучало но большинство русских серверов это сервера на которых играют одни хамы беспредельщики которые не будут играть честно я не говорю о всех есть конечно единицы но большинство именно такие если вы хотите спокойно и комфортно играть чтобы вас не отвлекал чат и не разрывало вас от мнения в чате которая вас пишет то лучше играть соответственно на зарубежных серверах опять же повторюсь несмотря на то что пинг там будет больше их серверное железо гораздо лучше нашего поэтому регистрация и стабильность сервера гораздо будет выше после того как вы исследуете два десятка три десятка серверов я думаю из них вы однозначно найдете 2-3 тех которые вы добавите в избранное и будете постоянно на них играть если же ваш скилл очень высок или вы считаете себя средним и выше среднего игрока то вам стоит уже искать серверы с такими тегами как и сл про и прочие теги которые будут являться синонимами хорошей игры есть конечно некоторые недобросовестные хорошие игроки которые по-прежнему играют на серверах на серверах он ли ну и продолжают их терроризировать но таких конечно все таки единицы ну так вот после того как вы все таки определились сервером кластером своих серверов на которых вы будете играть у вас есть уже определенный костяк этих серверов вам стоит уже задуматься о том какую специализацию вы выбрали то есть посмотрев на первое видео где я говорил о выборе основной приоритетной специализации вы должны будете над этим задуматься какую же специализацию все таки выбрать если вы об этом еще не задумывались вот исходя из того какую специализацию вы выберете вам уже нужно будет выбирать режимы игры на которых вам следует чаще всего играть если вы выбрали специализацию пехотинец чаще всего вам нужно будет играть на таких режимах как доминейшн и схватка команд в лучшем случае малый захват соответственно самыми оптимальными для этих задач картами являются ванильные карты в режиме доминейшн то есть это дорога галму чужой сигнал операция в заперти шторм на параселлах то есть те карты которые идут изначально из коробки с баттлфилдом если же вы например выбрали себе профессию танкист то вам нужно играть соответственно на большом захвате для этого вам подойдут опять же несколько ванильных карт такие как чужой сигнал дорога галмут и карты из дополнения чайна райзинг это например шелковый путь если вы выберете себе специализацию вертолетчик либо пилот самолета вам соответственно для тренировки своих основных навыков пилотирования и и войны с воздушной техникой нужно будет играть на воздушном превосходстве на самолете и тренироваться на воздушном превосходстве на вертолете для того чтобы научиться работать правильно нурсами по воздушной технике и для того чтобы научиться хорошо управлять тв ракеты после того как вы освоите базовые принципы вождения вертолетом освоите стрельбу из нурсов и тв ракеты вы можете уже приступать приступать к боям на больших захватах. В данном случае, опять же, подойдут ванильные карты в случае с самолетом, либо дополнение China Rising, это карта Шелковый путь, либо дополнение с Nevel Strike. Это операция Мортира, очень хорошо подходит для вертолетных боев и для самолетов. Карта Шелковый путь хороша для тренировки воздушной техники, потому что там нету зенитки, то есть отпор вам могут дать только те же самолеты и те же вертолеты. Ну, в лучшем случае, про танкист, который будет забивать вас с основного снаряда. Не берем в счет стингера. В случае с картой Мортира, там зенитка есть, но она находится на точке, и чтобы ей владеть, нужно захватить точку. Здесь все немного сложнее, соответственно, вам нужно будет контролировать эту точку, чтобы она всегда была вашей, и зенитка была на вашей стороне. Игра на этой карте разобьет у вас тактический геймплей на воздушной технике. Резюмируя все вышесказанное, я могу сказать кратко в нескольких словах. Сервер нужно выбирать по своему скиллу. Это вы можете сделать при помощи ключевых слов, либо при помощи настроек батллога. Также вы можете подобрать хороший сервер по совету своего друга, который имеет точно такой же скилл, как и вы. Сервер нужно выбирать из любого региона, только не из России. Как бы это плохо не звучало, российских серверов хороших посчитать по пальцам, но там обычно очередь из 10-12 человек. Вы, соответственно, я думаю, не хотите ждать, поэтому играйте на немецких серверах, они самые ближние к нам. Если вы находите на Дальнем Востоке, как и я, вы можете играть и на японских серверах. Далее, стоит выбирать режим на сервере, соответственно, вашей специализации. Если вы хотите быть пехотинцем, вы должны выбирать режимы TDM и Domination. Если вы танкист, вы должны выбирать большой захват на ванильных картах и в некоторых случаях из карт дополнений. В данном случае для танка очень хороша карта Шелковый путь. Если вы вертолетчик, вы должны сначала попробовать себя на воздушном превосходстве. То же самое касается и самолета. Только после этого вы можете двигаться на карты с большим захватом, где есть другая техника, помимо летной. Для вас подойдут карты ванильные, также в режиме большой захват, и карта Шелковый путь, и карта Мортира. Ну а на этом все. С вами был Алексей. Надеюсь, помог тем, кто в этом нуждался. Будут еще выпуски, которые будут постепенно переходить от банальных вещей, которые известны всем, но о них боятся спросить, до тех вещей, о которых не то чтобы бояться спросить, о которых многие даже и не подозревают. Увидимся с вами в новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Рассказывайте о нем друзьям. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok